Музей истории Казанского Федерального Университета пополнился новыми экспонатами. Ежегодная научно-практическая конференция имени Валиева. Какие тайны хранит отдел редких рукописей Казанского Федерального Университета? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. В Казанском Федеральном Университете состоялась встреча руководства КФУ с делегацией Ожского государственного педагогического университета имени Анашбека Марсабекова. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования. Мы надеемся, что связь с вашим вузом окажет нам наибольшую пользу в сторону развития системы образования и просвещения. 16 января мы были в Елабужском институте Казанского Федерального Университета. Там мы ознакомились с основными положениями и достижениями. В связи с этим мы надеемся, что Елабужский институт будет нашим базовым партнером в деле сотрудничества с Казанским Федеральным Университетом. В Музее истории Казанского Федерального Университета состоялось открытие выставки новых поступлений. Все подробности узнавала наш корреспондент Елизавета Никитина. Это первая выставка Нового года, которая объединяет все музеи Казанского Университета. Мне представлены экспонаты зоологического музея по разделам ботаники, геологического музея имени Александра Штукинберга, музея истории. В прошлом году фонд музея от сотрудников, студентов, попускников, гостей университета поступило порядка полутора тысяч экспонатов. Из них на выставке представлено около 250 предметов. Одновременно вы на ней можете увидеть и скелет ихтиозавра, и семена чия, сервиз, привезенный проректором по научной деятельности Даницы Карловича Многолеем из Узбекистана, и также огромное количество различных материалов по истории. Мы благодарим всех выпускников и наших дарителей, которые не забывают историю Казанского Университета, которые ежегодно пополняют наши коллекции. Также на выставке был представлен оцифрованный фильм, подаренный музею в декабре 2021 года, о патнографической экспедиции, в которой принимали участие Евгений Бусыкин и Николай Зорин. В кинокартине можно увидеть здание Казанского университета, сковородку ученых национальной костюмы народов России. Она начинается именно с кадров Казанского университета. Сюда попадают очень интересные фотографии, кадры, которые мы сейчас даже не всегда можем увидеть, нашу особенно заднего двора Казанского университета, и продолжается в одной из деревень. Отметим, высовка продлится до середины февраля. Ее могут посетить все желающие. Предварительно записаться можно по телефону, который вы видите на экране. В Татарстане за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 113 человек. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в Республике Татарстан. На сегодняшний день вакцинация остается единственным способом защитить себя и своих близких. Казанский федеральный университет принимает активное участие во всеобщей иммунизации. Напомню, что привиться можно в университетской клинике по адресу улица Вишневского, 2А, а запись по телефону 233-30-00. В стенах Дома научной коллаборации имени Валиева при Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась всероссийская научно-практическая конференция. Уже во второй раз конференция лучшей практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам проводится в день рождения выпускника Казанского университета. Основателя отечественной микроэлектроники, академика Российской академии наук Камиля Ахметовича Валиева. Конференция представляет собой некий обзор практик, лучших практик, я бы так сказал, поскольку мы здесь делаем своеобразный мониторинг того, что произошло в прошлом году, того, какие планы мы ставим в следующий год. Мероприятие прошло в смешанном формате. Конференцию открыла директор Елабужского института Елена Мерзон. Подавляющее большинство докладов, заявленных для очного и онлайн-участия, посвящено лучшим практикам общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам. Наша команда большая пополняется не только детьми, которых становится все больше и больше, и они пополняют кружки, реализуемые здесь, но и растем мы в кадровом составе, потому что появляются новые педагоги, новые наставники, новые руководители. Проектов, которые реализуются здесь детьми. Представленные материалы будут опубликованы в сборнике научных трудов. Они послужат толчком для молодых ученых к дальнейшему углублению научно-творческого поиска. Роберт Хасанов, Айдар Нурмиев, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета прошли финал Республиканской премии «Студент года-2021». Ежегодно лучшие студенческие общественные объединения, творческие коллективы и активные студенты принимают участие и достойно представляют наш университет на Республиканской премии «Студент года». В этом году в Оргкомитет премии поступило 458 заявок от обучающихся вузов Республики Татарстан. Итоги конкурса будут подведены 25 января в День российского студенчества, то есть Татьянин день, в рамках церемонии, награждения которой ежегодно проходят в КРК «Пирамиды». Какие произведения хранит отдел рукописи и редких книг Казанского федерального университета? Смотрите в нашем следующем сюжете. Имя классика русской литературы, а именно Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, общеизвестно. Но, пожалуй, особо почитаемо оно было в советский период, в идеологию которого как нельзя лучше вписывались произведения писателя, бичующего сатирическим пером пороки Старого Мира. Михаил Салтыков-Щедрин родился 15 января 1826 года в Тверской губернии. Его отец Евграф Салтыков работал чиновником Московского архива иностранной коллегии, а мать же Ольга Забелина происходила из купеческой семьи. Фамилия Салтыков-Щедрин была псевдонимом писателя. Он печатал свои произведения под именем надборного советника Николая Щедрина. По одной из версий взять такой псевдоним предложила жена Салтыкова-Щедрина, поскольку в своих произведениях он был очень щедр на всякого рода сарказмы. По другой, он позаимствовал фамилию у кого-то из знакомых. Отдел рукописей и редких книг Казанского федерального университета также хранит некоторые произведения писателя, одни из которых у меня на руках. Первое произведение — это «Сатиры в прозе» 1863 года выпуска. Стоит отметить, что до этого момента произведения выпускались в журнале, и лишь в 1863 году выпускается книжная версия. Второе произведение имеет название «Благонамеренные речи». У меня на руках первый и второй том. Стоит отметить, что данное произведение было выпущено чуть позже, уже в 1880 году. Взятые в целом «Сатиры в прозе», объединяющие рассказы, очерки и драматические сцены 1859 и 1862 годов, это замечательная по своим идейным художественным достоинствам многосторонняя и яркая картина русской общественной жизни бурного периода 60-х годов. Сложное идейное содержание этих очерков и их своеобразие, литературная форма, богата, насыщена сатирическими метафорами и фигурами эзоповского иносказания. Ставит современного читателя перед известными трудностями и поэтому в первую очередь требует пояснения. Проще говоря, в развитии принципов сатирической типизации сатиры в прозе примечательны прежде всего началом процесса создания собирательных типов или же коллективных портретов, ставших одним из характерных черт щедренской сатиры. Благонамеренные речи формировались поначалу как публицистический журнальный цикл. Этим объясняется как динамичность, оперативность, отклика на те глубинные сдвиги и изменения, которые имели место в российской действительности конца 60-х, середины 70-х годов. Так и широта жизненных наблюдений. Сфера их объемляет здесь и исключительно быстрые процессы капитализации прореформенной России и судьбы помещичьего хозяйства после реформы 19 февраля 1861 года. Благонамеренные речи – одно из синтетических произведений Салтыкова-Щедрина. От очерка к очерку он исследовал современный ему срез повседневный по преимуществу провинциальной жизни на переломе 70-х годов. Исследовательская задача определила специфические средства художественной изобразительности. Благонамеренные речи почти свободны от гиперболизации сатиры, элементов гротеска, столь типичных для метода сатирика. В последние годы писатель серьезно страдал от ревматизма. Помимо этого, состояние его здоровья ухудшилось после того, как в 1884 году были закрыты отечественные записки. Цензура посчитала издание распространителем вредных идей. Незадолго до смерти Салтыков-Щедрин был прикован в кровати, нуждаясь в посторонней помощи и заботе. Однако он не терял оптимизма и чувства юмора. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин умер в возрасте 63-х лет. Согласно его просьбе, его похоронили рядом с могилой Ивана Тургенева на Волковском кладбище. Амир Ахтямов, Хафиз Гараев, Универньюс. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова